Ну что, погнали? Так, сегодня первый день нашего марафона, 40 километров каждый день в любую погоду и как назло именно с ним. Погода вот такая, я наконец выехал на трассу, вот такой я уже красивый. Тактика катания у нас будет такая, в большую часть времени будем ездить спокойно, как сейчас. Я еду порядка 5-6 градусов и скорость всего 9 километров в час, и то я уже задышал, потому что толстый, остальное время будем кататься в основном спокойно, один день я буду атаковать каждую горку, и один раз в неделю я буду пытаться проехать на максимальную скорость эту дистанцию. Ну всё, это половина, пятьдесят, восемь минут, двадцать шесть секунд, это чуть больше, чем я рассчитывал, но я поехал на этих колёсах, они конечно одни из самых быстрых МТБшных, но далеко не подходят для асфальта конечно, поэтому постараюсь поменять нормальную резину, чтобы это занимало меньше времени. Теперь погнали обратно, это так называемая припаска, здесь все меряются пищенами, у меня пока очень короткий, вот уклон стоит около 9-10%, скорость 7-6. У нас сегодня не рекорда, просто катаемся, еще целый день работать. Звезд подходит к концу, время отбрежения, час 4-9, а виды уже давно там. Вот по этой дороге мы будем каждый день наматывать 40 километров. Дорога прикольная, график минимальный, велик конечно же будет не этот. Этот велосипед мне дал товарищ для того, чтобы проверить его, потестировать, рассказать свои мысли. Это первый раз, когда я еду на трансмиссии Xplr, от SRAM, кассета здесь 10-44, спереди владелец установил 40 звезду и power-метр. Мой велик весит 15, этот весит 9, какие дела. Опять перепаска, и опять мы не будем ничем мериться, потому что 200 ватт, и больше мне не хочется. Скорость при этом 7-4. Продолжаем нагуливать аппетит. Едем медленно, медленно и без надрыва. Очередная поездка подходит к концу. Сегодня хорошая погода, но все равно видно, что я весь устряпался. 39 500, до мастерской как раз где-то 500. Сегодня с велосипедом закончим. Третий день, как говорят на многодневке, третий день самый сложный. У нас такая херся многодневка, ну что-то капец, как тяжело. 53 минуты 15 за 20 разворот. 200 ватт в горку, это что-то вообще не выкручивается. Всё, пока. Четвертый день, я наконец-то поставил нормальную резину. Мои любимые швальбы Marathon All Motion. Покрышку поставил вчера и за ночь она немного спустила, но я уже обнаружил на улице, думал может быть, просто ещё не проклеилась. Сейчас вот ехал и она опять спускает, видимо где-то есть отверстие, надо подкачать. Ну что я могу сказать, поменял велосипед на свой, посадка конечно гораздо комфортнее, ноги работают лучше, руки не устают, не затекают, но несколько килограмм дополнительных веса, конечно, чувствуется в подъёмах, на равнине едется, ну наверно, лучше и быстрее, надо потом только сравнить, а в гору конечно тяжелее. Погода сегодня потрясающее, солнце, холодно, правда около 5 градусов было на старте, зато птички поют. Асфальт сухой, небольшая изморозь на нём есть, в общем-то ехать не мешает. Встречались с Ридой, она выезжает чуть раньше, что у тебя там по времени, где время в движении у тебя? Сегодня четвёртый день и очень холодно, ноги мерзут, мне нравится, что надо попрыгать. Лев Литвин, ботиночка, Дженев в тимисезон. Всё, погнали дальше качать покрышки. До новых встреч. Покрышка опять спустила, я сегодня выехал в 9, сейчас в 10.07, минут на 15 больше, чем было вчера, надеюсь, что не сильно задержусь с открытием мастерской, потому что покрышка немножко подводит. Пятый рубибый день, погода великолепная, опять минус 2, зато сухо, солнышко, птички поют, настроение отлично, не едется ни фига, ладно, продолжаем наблюдение. На пятый день интересные ощущения, то есть мышечный дискомфорт весь прошёл, никакой боли, утомления или ещё чего-то подобного я не испытываю, но возникла другая проблема, я не могу заставить себя работать, то есть средний каденс у меня очень сильно упал, где-то 80, может быть даже 75. Пытаюсь заставить себя работать мощнее, но просто нет нежелания, возможности, что ли, мышцы просто отказываются крутить, при том, что в них они не закисляются, нет какого-то жжения, там характерного для анаэробной работы, просто, просто лень какая-то, что ли. Ну, такая, которую, то есть мозгом я хочу пытаться крутить, а по факту нифига не получается. Завтра я, наверное, поеду с Лидой, чтобы отдохнуть, потому что, ну, всё-таки я, видимо, сам, когда еду, наверное, еду быстрее, чем должен бы ехать для того, чтобы нормально восстановиться. У нас впереди, как минимум, хотя бы один день нужно посвятить силовой работе, то есть заезжать максимально интенсивно в гору, а я пока не готов, у меня по ощущениям вообще нет никаких ресурсов на это. День шестой, сегодня я выехал вместе с Лидой, чтобы отдохнуть, но не тут-то было, она в горке натягивает так, что я уже тоже подвысокая. Сегодня половина за 59-30, с чем-то там. Звезда настоящего велосипедиста, а это звезда, дохлого велосипедиста. Всем привет, сегодня камера у меня, ой, спортивный класс. Ночью прошел дождь, сегодня сыро. Не помню, закуталась в расчетах, по-моему, седьмой день. Дождь прошел, мы уже замерзли. Сейчас компьютер придет в состояние боевой готовности и скажу, сколько на улице градусов, он не сразу показывает. Пока жду светофор, немножко расскажу. Выехало 8-03, солнышко даже что-то не думает показывать. Вот, а тормозить нужно осторожнее, потому что лужи по донорозле, выбирать сухой кусочек асфальта, там чуть-чуть придет. Ну что, светофор, сейчас выезжаю уже на поездную в Екатеринбург, 1 апреля. По-моему, седьмой день. Ну я в математике не очень. Мы начали воскресенье прошлое. По моим подсчетам это примерно, да, 7 дней. Ровно 7 дней внутри меня. Математика, наука такая, никаких примерностей. Короче, дождь начался, ребята. Обещали две недели сухости. Мы так радовались, что наш челлендж будет по-сухому. Но нет, взял, пошел дождь. Неприятненько. Компьютер показывает, не знаю, видно вам, нет, минус 0,1. Это он уже пришел в боевую готовность. Вот такие дела. А по прогнозу было как будто плюс 3 сегодня. Я полегче перчатки надела. Ну а остальное так же, как вчера. Термобелье, софтшел, железка. Штанишки одни, но зимние. Вот, едем дальше. Первый подъем. Бегуна не могу догнать в горку. У меня скорость 10. О, сейчас остановился, я догоню его. Дождь так и не прекращается, моросит. Но будем искать положительные стороны. У меня есть крылышко там, есть север. Доедем до разворота. Я вам сниму, сколько меня замочило сзади, насколько оно защищает. Класс, бегун остановился. Сейчас обгоню. Прямое включение. Меня догнал бегун. Парк. Вот, смотрите, все во льду. У меня здесь обратно не потянется. Надо будет быть очень осторожной. Минус один. Честно сказать, сегодня суббота, 8.40. Но движение больше, чем в будний день. В туари на даче все помидорные свои едут. Ну вот и ребята работают. Это с карьера. Вот прям еще во льду. Видно вам, не знаю. О, проскакивает колесо. Мама, мама. Офигеть. Капец страшно. Проскакивает колесо. Они поэтому так медленно и едут. У-у-у, капец. Похоже, если тут не растает к моей обратной дороге, мне придется пешком идти тут. Блин, как страшно. Капец. Такой подставы я не ожидала. Прям заднее колесо. Я равномерно кручу, не дергаюсь. А оно раз-раз и слизывает. Жесть. Не, я обратно тут точно пешком пойду. Вообще не крутят. Вот я еле-еле, а тут проскальзывает. Это креветочная дорога. Дорога креветок. Мне не нравится. Я сегодня, наверное, первый раз с 20 км в час не выйду. Честно говоря, очень страшно ехать. Поэтому просто по батоне сегодня. Без всяких стремлений к какой-то средней. Главное доехать живой. Мне так кажется. Приоритеты таковы. Потрясетесь со мной. Все, последние метры. Сейчас посмотрим. Что там у меня на спине. Как крылышки докуда защитили. И потом на финиш еще раз посмотрим. Потому что сейчас солнце. Надеюсь, все растает. У нас страшная горка тоже. Вот моя ракета. Вот крылышка. Была капля прямо посередине камеры. Вот так. Попа сухая. В общем-то мы за этим его и оставили. Чтобы седло было закрыто. Вот в этой части. И памперс на бок. Все. Пьем водичку и едем дальше на работу. Если хотите, чтобы я застела спуск полностью креветочный. Ставьте лайки. Ну конечно же они никак не повлияют. Потому что спуск живой, она тревожная. Едем. Ура! Я живая. Все. Сейчас на СМТ и гоним. Всем, кто сегодня утром ехал в Гухурбан. Счастья, здоровья, радости и отличного дня. Ну, это кайф, конечно. Похоже карточки конец у ГУПР. Ой, точнее в Соньке. Поэтому отчет по седьмому дню. У меня седьмой день. Должен быть восьмой. Вчера я пропустил. Потому что утром делал срочный заказ. И сделал себе выходной день, так сказать. По результатам это заметно. Потому что сегодня время в движении 50 минут. Это самый быстрый заезд пока. Выехал бы из 50, если бы не поезд. На переезде поезд меня остановил. Но подтверждения не будет. Потому что я не вот здесь. В целом не сказал, чтобы я ломил сильно. Да, в горке чуть-чуть работал. Но не на отказ, а аккуратно. Короче, видимо отдыхать надо. Но попробую все-таки продолжать без перерывов. Опять же, если каких-то форс-мажоров по рабочим не случится. В чем смысл наших вот этих 40-километровых ежедневных поездок. Цель эксперимента показать, как влияет такого рода активность на похудение, на физическую форму, на общее состояние организма. Птица потрясающая. По поездкам с пауэрметром видно, что пауэрметр это хороший на самом деле прибор именно для анализа потраченной энергии. Потому что все остальное это очень косвенный метод. Пауэрметр это самый точный метод. За исключением того, что он не учитывает КПД организма. Потому что спортсмены лучше, качественнее расходуют энергию. По показателям пауэрметра, моя одна такая поездка сжигает примерно 1100 калорий. Это именно в том темпе, в котором я ехал. То есть около 20 километров в час. Естественно, если я буду ехать быстрее. Да, время тренировки сократится. По идее, я должен меньше потратить калорий. Но интенсивность вырастет непропорционально сильнее. Поэтому потрачу больше. 1000 калорий это большой дефицит. И если удастся его поддерживать на протяжении 28 дней. То есть порядка 110-120 грамм жира таким образом сжигается. Надо будет посмотреть по результатам, что это будет. Потому что я не собираюсь менять программу питания какую-то. Буду жрать так же, как обычно все подряд. И будем именно смотреть только на результаты, связанные с катанием. Основная проблема такого рода экспериментов. Это не увеличить норму потребления калорий. Жрать после такого рода активности хочется сильнее. А интенсивность активности низкая. И часто жираем больше, чем тратим. Поэтому ограничивать не буду. Но буду очень внимательно следить, чтобы не увеличивать. Надеюсь получится. Сейчас день, ну я здесь где-то напишу какой. Физической, ну именно мышечной. Какой-то боли или чего-то такого нет. Есть небольшие ощущения какой-то крепатуры. Из-за того, что я вчера неплохо так форсировал горки. Но ничего особенного. В общем-то самочувствие хорошее. Сейчас тоже подъем неплохой. Сколько мы проехали? 25 километров. Ну в целом энергичность организма как-то повысилась. Хотя третий, четвертый день мне кажется был самым тяжелым. Потому что я прям чувствовал себя фаршем. Сейчас в общем-то неплохо. Побочным эффектом этой всей затеи стало то, что я стал раньше просыпаться. Но возможно это связано с тем, что я отложил все монтажи. И стал раньше ложиться. А ложиться стал раньше просто потому, что рубит нафиг. Как только есть возможность спать, сразу же начинаешь спать. Там наверно головастик. Смотрите, куда-то продолжаются головастики. Ну вот мы доехали до речки. Потом, короче, где-то через 40. Ты такой, Женя, ты куда? Ну я пошел там, он подорожник расцвел. В следующий раз мы поедем скорее всего другим составом уже. Поэтому сильно к нему не привязывайтесь. 65 километров. Возможно еще где-то километр до мастерской. Так что покатались. Утро начинается не с кофе, а с накачивания колес. Эта покрышка, у нее существенное повреждение в районе корда, бортировочного шнура. Поэтому она нравится. Надо ведьмы заклеивать специальными заплатками. Итак, день номер какой-то. 55 минут. Сегодня темп был легкий, расслабленный. Просто лицо не шевелится из-за того, что холодно. Темп был легкий, расслабленный после вчерашней покатушки. И ветер небольшой, встречный был. Сейчас обратно, я думаю, среднее будет больше. Самочувствие прекрасное, птички отличные. Кольцо постоянно требует подкачки. Очень мягкое. Очередной день сурка мог бы быть, если бы не новый велосипед. Взял на тест эту катетачку. Он, несмотря на полные крылья, легче моего примерно на килограмм. Вот такая на нем установлена резина. 35 миллиметров. Вот такой протектор. И катет, я вам скажу, она потрясающе. Установлена она бескамерно. И, несмотря на маленький объем, очень комфортно. По дороге, по которой я езжу, ее хватает везде. Даже проезжать всякие колдобины. Еще один момент, это вот эти пистолеты. Это первое поколение гидравлики Шамана. У них еще МТБшный. Порт прокачки здесь. И они очень злеровые, очень удобные. Они позволяют ехать вот так, в аэропозиции. Они увеличивают речь руля очень сильно. Наверное, раму на размер надо брать. Меньше с такими пистолетами. Так как здесь двойник, то кассета вот такая вот. Очень плотная. Видите, здесь начало вообще по зубу. Это кассета Sunrise. Sunrise. Спереди двойник. 48.32. Самые тяжелые горки я включал маленькую звезду. Просто исходя из того, что я должен был ехать на нем. Так же не напрягаясь, как на своем. На 46 конечно я бы не заехал. Ой, на 48. Благодаря всем вот этим штукам. Аэропозиции, тонким покрышкам и удобному расчету. Сегодня я выехал из 48 минут. 47.37. Не напрягаясь. Ну, может быть конечно еще ветер попутный. Сейчас на обратном направлении это проверю. Но думаю, что нет. По ощущениям штиль. Финиш. Я не помню какого дня. Полтора часа. Одна минута, две секунды. Мог бы выехать из 90 минут. Но стоял в пробку. Неудачно заехал на светофоры. Как раз, наверное, минуту проиграл. В соседней пекарне очень вкусно пахнет какой-то гадостью. Наверное, сейчас пойду и сужу ее. Вот у меня такой кадр красивый. Твой. Желтенький. Родной. Твой родной. Сама сделала. Да, но у меня пока средней больше 80 не было. Но я слежу, контролирую. Вон у Паши 97 постоянно. Я досекала за ним. Короче, все ребята такие обтекаемые. А я просто обтекаю на своем вот этом вот хламовозе. Да еще и с крыльями. Хозяин расстроится, что ты его велик так называешь. Нет. Он не смотрит наш канал. Вот таким составом. Пульс 112. Старайся сильнее. Пульс маленький у тебя. Я опять сегодня на бордовой ракете прокатился. И сегодня с нами вот такой спутник весь в Цупаказе. ГРХ. Едут. А мне камеру дали. Снимай, говорит. Как мы красиво едем. Вот. Стараюсь, снимаю. Одной рукой. Ничего переключить не могу толком. Птички поют хорошо так. Евгений на ракете. Павел на пушке. Я на ласточке. У нас договоренность. Кто первый приезжает на работу, тот готовит вкусный скрамбл. Микроволновки. Вот даже Пашу заманили и так мне по катушкам. На тренировку. День тринадцатый. На Урале никогда нельзя верить погоде. Весне. Сегодня у меня вода замерзла во фляжке. Минус семь было на старте. Ветер бешеный, встречный. Возможно, отморозил лицо. Доехал за сорок семь минут полных. Ну, то есть где-то сорок пять, наверное, в движении. Может быть, сразу удастся запустить. И постараюсь побить несколько личников в обратную сторону. Сегодня, не торопясь, пятьдесят одна минута в движении. Погода теплее, чем вчера, но тоже холодно. И сегодня у меня последняя поездка на бордовой ракете. Я однозначно буду скучать по двойнику, потому что двойник... Несколько раз я покатался, и я пришел к выводу, что двойник – это лучшее решение для слабых велосипедистов, которыми я сейчас, безусловно, являюсь. Плюс этого решения в том, что благодаря вот такой вот кассете плотной, очень удобно подбирать режим педалирования. То есть ты практически никогда не выходишь на силовой режим и не забалтываешься. Плюс очень удобное соотношение звезд спереди. И что касается управления, многие говорят, что двойником управлять сложно, я не согласен. Шоссейника на Шамана у меня не было, поэтому мне интерфейс и их ручек непривычен. Тем не менее, на второй день я уже с легкостью переключался, с легкостью подбирал спереди три позиции под расчет сзади. И в целом никаких неудобств мне эта система не доставляла. Переключение идеальное, работает отлично. Еще раз повторю, очень удобно подбирать режимы педалирования, мне очень сильно понравилось. Мне будет его не хватать, завтра я уже поеду на своем велосипеде. Он будет тяжелее, колеса там тяжелые и самое главное, что там 11.46 горная кассета. Соответственно, там будут большие разрывы, придется сильнее стараться. Сейчас 32. Наверное, надо менять расстояние, которое я поезжаю слишком быстро. Едем сегодня соточку, вот в такой компании. Ветер встречный, офигеть, у нас средняя, типа километров 15. Ну ничего. Проехали 87 километров Лида, там где-то дальше Леха. Ветер был сумасшедший, километров 30 в час в ту сторону. Поэтому мы даже сотку не осилили. Но все равно превысили свой ежедневный план в два раза. День 16, наверное, я сегодня на своей кочерге. И после вчерашнего я забыл зарядить велокомпьютер, чтобы он не сел, положил его в карман и думал еду быстро. Но нет, 56 минут на 20 километров очень медленно. Задача быстро ехать не стояла, потому что после вчерашнего очень хочется кушать до сих пор. Классно, да? Сегодня я на таком. Ну, пока мангус, мы будем в сердечке. Самый лучший велик из тех, что я ездил, этот маршрут. Класс, как много птиц. Понедельник. У нас выходной. Но это не значит, что тренировку можно пропускать. Передай привет подписчикам. Привет! Мы просто ее немного видоизменяем. Взяли на тестирование новый перспективный комплект байкпакинга от Balenciaga. Вот такая вот байкпакинг стрэп. Это вот эта штука, в которой закреплен груз. И специальный байкпакинг. О, река там туда. И специальная байкпакинговая сетка. Главное, очень качественная развесовка. Заметьте, скорость 21 км в час. И никакого воблинга. Ой, а мы приехали. Вот так, вкусно. Обратно налегке. Место здесь, конечно, популярное. Поэтому следов оставить, точнее не оставить не получится. Здесь уже до нас наследили. Мы сделали все, что могли. И теперь будем докатывать ракеты. Я смотрю всех блогеров. Надо говорить спасибо этому дому, по-дому-другому. Сегодня предпоследний день нашего эксперимента. Это получается 4 недели. 28 дней подразумевалось. Но будет 26. Я пропустил один день, потому что мне нужно было выйти в мастерскую пораньше. Был очень срочный заказ. И мы с Лидой вместе пропустили еще один день, когда вечером и ночью шел снегодождь. А утром погода была температура воздуха минус 15 градусов. Было небезопасно ехать. Поэтому мы еще один день пропустили. Символично, но под конец мероприятия погода такая же, как была в начале. Начались дожди. Не знаю, как будет завтра. Завтра будет последний день. Я хотел сделать подсъемы дороги на камеру. Честно сказать, вторую половину мероприятия я снимал уже не очень активно. Потому что это был день сурка. То есть природа менялась незначительно. Если в первую часть нашего челленджа то снег растает, то какие-нибудь новые птицы прилетят. То во второй половине... Да вы заколебали, что сегодня за трафик? Во второй половине уже и изменения в природе были не такие заметные. И когда я велосипеды не менял, я практически не снимал. О, какая кукуха огромная пролетела. И в чем же смысл был мероприятие вот этого нашего испытания? Ну, основной, как я уже говорил, это создать дефицит калорий. То есть не меняя своих пищевых привычек, просто катаясь по 40 км в день, я дополнительно тратил порядка 1200 калорий. С точки зрения спорта, с точки зрения тренировок, конечно, занятие это бесполезное. Потому что мы, по большому счету, не соблюдали никаких тренировочных принципов. Ни периодизации, ни прогрессии нагрузок. То есть просто катались по ощущениям. Как я сначала хотел, делать одну темповую, быструю тренировку и одну рабочую по горкам. Они провалились, потому что самочувствие совсем не располагало к этому. И, ну, в целом, не хотелось. И я решил не форсировать события, ехать так, как едется. И вообще, ну, сам эксперимент, чтобы не нарушился. То есть терпеть без каких-то показателей, просто ехать 40 км каждый день. Был один интересный момент, когда я уже было, потерял мотивацию. Я посчитал, а сколько же это, 1200 калорий. И знаете, выяснилось, что одна бутылка пива, это 10 км. И я сразу же подумал, а этим мог бы проезжать и больше. 60 это ведь тоже не так много. Ищите свою мотивацию. У каждого она может быть своя. Спорт – это сила. В целом, несмотря на то, что тренировочных задач и целей не стояло, форма спортивная, ну, как спортивная, велосипедная, она, конечно, улучшилась. То есть начинал я проезжать эту дистанцию примерно со средней, где-то 22 км в час. А сейчас – это 28 км в час. Ну, результат такой, конечно, невыдающийся. Но для человека, который три года по факту лежал на диване – это неплохо. Сейчас, после окончания вот этого периода нашего испытательного, я сделаю замеры качества тела и веса. И проведем замер на тренере по методу RAM-тест, который показывает мощность велосипедиста. Мощность будет замерять станок Sink Rider, которого сейчас не видно, на котором я кручу. Велик какой-то случайный из сервиса, поэтому он не по размеру. Суть протокола заключается в чем? Сначала пятиминутная разминка, после чего станок автоматически повышает мощность каждые две минуты. По-моему, на 20 Вт. Да, каждые две минуты повышает на 20 Вт. И когда ты сдашься, он замеряет конечную мощность и перерасчитывает, исходя из этого, твой ПТП. За пару недель до нашего челленджа мы делали этот тест, и там я сдался на отрезки в 340 Вт, почти в самом начале этого отрезка. И пересчитал мне что-то там на 260 Вт, по-моему, он мощность, что очень мало для моего веса. Посмотрим, как будет сейчас. Погнали! В начале теста можно переключаться, то есть можно регулировать свои усилия. А когда начнется тест, Свифт полностью возьмет управление на себя. И уже не важно, как ты переключаешься, мощность на педалях у тебя будет всегда одинаковая. Ну, та, которая должна быть на интервале. Все, у меня кончилась разминка. Сейчас первый интервал это 100 Вт. Ну, в общем-то, как разминка, на разминке я крутил больше. Я кручу сейчас 120. Вот, поэтому, в общем-то, крутим спокойно. До определенного уровня это продолжается разминка, фактически. Тяжело будет становиться где-то после 200-250 Вт. Сейчас интервал 160 Вт. И, в общем-то, пора снимать кофточку. На улице плюс 15. Сейчас 260 Вт. И дышать уже можно только ртом. Продолжаем наблюдение. 300 Вт. Скорее всего, больше я с вами не смогу разговаривать. На этом просто наблюдаем 4 минуты, скорее всего. Может быть, 6. 320. Капина 92. 95. 340. Здесь я закончил. 380. Все. Капин наступал до 80. Ах! 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 75 Вт. Чем хорош рам-тест? Это тем, что он длится очень мало. А семья все это время заняло 26 минут. Ах! 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 Вот такой выезд из 40 минут после отдыха. Может быть, конечно, отдых виноват, но, может быть, велик. Лида тоже решила пройти это испытание, и пока у нее разминка. Насколько я помню, сколько у тебя на компе? А на ком-то этапе остановилась. Человек вот так выглядит на разминке. Я, наверное, не буду ничего снимать, просто конец, потом запишу сюда и все. Если же я не могу больше ногу. Все, останавливайся. Ноги, ладно.